По итогам 2023 года экономика Хабаровского края показала рост по всем ключевым показателям и вышла на досанкционный уровень, заявили на заседании Президиума правительства края. Этого удалось достигнуть в основном за счет судостроения, металлургии и производства строительных материалов. За последний год в регионе появилось больше полутора тысяч объектов малого и среднего предпринимательства. Хорошие результаты в сфере привлечения инвестиций. Сейчас в крае реализуются 146 инвестпроектов. Ряд важнейших проектов были отмечены в послании президента страны. Среди знаковых это завершение строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Малмышска. Запуск комбината начнется поэтапно с мая 2024 года. Ударными темпами реализуется проект по строительству первой частной железной дороги и порта Эльга. По словам губернатора Михаила Дегтярева, цели, поставленные перед бюджетом региона в этом году, напрямую связаны с поручениями главы государства. Это касается исписания части госдолга региона, о котором заявил президент. Министерство финансов уже начало готовить предложение в проект нормативно-правового акта. Будем направлять его в комиссию Госсовета по экономике и финансам. Также в послании президента федеральному собранию были охвачены такие направления, как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры, комплексное развитие городов и поселков. Анонсированы пять новых нацпроектов. К их запуску готовится и Хабаровский край. В ближайшее время, я так понимаю, Мария Юрьевна, вам предстоит все это увязать с правительством России, запрограммировать на ближайшие годы и исполнять, как уже мы имеем опыт. Основной приоритет на 2024 год – повышение доходов и качество жизни людей, благополучие семей. Инициативы и решения по этой теме будут озвучены в ежегодном отчете губернатора о работе правительства перед Краевой Законодательной Думой. Анастасия Привецкая, Большой город.